В нынешних сложившихся условиях очень многих из нас беспокоит непонятное, неопределённое будущее. Меня зовут Оксана Клочко-Макаренко, я хочу с вами сегодня поговорить о тревоге. Многие из нас считают, что такая эмоция, как тревога, она вредна и пытается от неё избавиться. И это, по сути, является главной ошибкой. Когда мы с чем-то боремся, мы ещё больше фокусируемся на том состоянии, в котором пребываем. То есть чем больше мы с этим боремся, тем больше мы погружаем в это состояние тревожности. Первое, что нужно сделать, это понять, что тревожиться — это нормально. Это одна из наших базовых составляющих нашей психики, которая, собственно говоря, позволяет нам выжить. Потому что именно благодаря тревожности и любопытству, которое рождает эта тревожность, и потребности посмотреть в будущее, предугадать, мы, собственно говоря, как вид выживаем. Тревожные люди — это именно те, которые в случае какой-то опасности бегут первыми и сообщают менее тревожным о том, что надвигается какая-то ситуация, от которой нужно предпринимать какие-то действия. Главная задача — понять, что то, что с вами происходит, — это нормально. Это естественная реакция вашего организма на создавшуюся ситуацию. И, собственно, ничего другого, более адекватного в этих условиях придумать и нельзя. То есть позвольте себе на самом деле потревожиться. Поймите, что сейчас вам это нужно. Вопрос только в другом, насколько сильное это ваше проявление внутреннее, насколько это вам мешает жить. То есть если вы понимаете, что вас одолевают какие-то постоянные навязчивые мысли, вы думаете о том, что «О, Боже, мы все умрём, и завтра нас всех одолеет этот проклятый вирус, и если вирус не придёт, то обязательно добьёт потом экономика, и все останутся без работы», ну, в общем, и так далее. Это классическая сейчас схема, все сейчас об этом беспокоятся. То правильно будет задать себе вопрос, а насколько мне нужны именно эти конкретные мысли. Они мне помогают или мешают. Попробуйте применить для себя такое упражнение. Я сейчас о нём расскажу. Перед этим я вам расскажу о том, как вообще происходит, как возникают у нас эмоциональные реакции. Чаще всего нам кажется, что эмоция, она живёт как-то сама по себе, мы её никаким образом не можем контролировать. Она вот просто где-то в нашем теле возникает, и она полностью нас заполняет, мы ей отдаёмся, как бы, и она повелевает нами. На самом деле механизм немножечко не так устроен. То есть эмоция не живёт отдельно от наших мыслей, а она как раз является следствием наших мыслей. То есть, условно говоря, появляется какой-то стимул извне, в мире что-то происходит. И в ответ на этот стимул у вас является какая-то мысль. Ну вот я очень люблю приводить пример дождя, который идёт за окном. Вот вы смотрите на то, что на улице идёт дождь, и вы можете по-разному отреагировать на эту ситуацию. Кого-то это порадует, а кто-то, наоборот, расстроится, потому что у него там что-то запланировало, и из-за того, что дождь пошёл, у него не получилось. То есть одна и та же ситуация может вызывать у нас абсолютно разные эмоции. И здесь точно так же. То есть есть какой-то стимул, у вас есть какая-то ответная мысль на этот стимул. И только в ответ на эту мысль, следом за этой мыслью, возникает наша реакция. Ну, грубо говоря, вы можете как посмеяться, так встревожиться, так, может быть, в какой-то другой ситуации расслабиться. Ну, то есть вы в некотором смысле сами принимаете решение, как реагировать на создавшуюся ситуацию. И вот, возвращаясь к упражнению, о котором я говорю, то есть представьте себя стоящим на остановке, например, вот где-нибудь там в районе Макдональдса, города Сумы. Вот. И у вас есть необходимость доехать, ну, на химик. И подходят маршрутки с разными номерами. И вы смотрите, вот, в зависимости от того, какой номер вы выбираете. Вы можете, не знаю, поехать куда-нибудь на Петропавловскую, можете поехать там в 12-й микрорайон, да, можете поехать в район областной больницы, в общем, куда-нибудь. А вам нужно добраться на химик. Вот. И вы стоите и ждёте свою маршрутку, именно ту, которая довезёт вас именно в тот пункт назначения, который вы для себя определили. Вот точно так же и с теми мыслями, которые вас одолевают. То есть когда к вам приходит какая-то мысль. Да, она здравая в том плане, что она включает ваши защитные механизмы, она, опять-таки, позволяет вам подготовиться к будущим проблемам, да, то есть это повышает ваш уровень выживаемости. Но ваша задача понять, а куда она сейчас вас ведёт? То есть куда эта маршрутка вас везёт? А если вы сядете в эту маршрутку, вы доедете, то куда вам нужно? То есть вам нужно сейчас, вот именно в этот момент, думать о том, что мы все умрём. Это вам сейчас в этот момент как-то помогает или нет? Или наоборот мешает? И делает только хуже. И вы начинаете после этого болеть. И вы начинаете хуже спать. И вы заражаете этой идеей всех вокруг. И вы мало того, что заражаете всех вокруг, вы ещё и каким-то образом выстраиваете свою жизнь так, что она становится деструктивной, да? То есть вы просто начинаете вокруг этой идеи выстраивать весь свой быт повседневный. Поэтому вам нужно регулировать просто вот эту вот свою мысль, каждый раз её оценивать и думать, а приведёт она меня туда, куда мне нужно или нет? И если нет, тогда нужно на что-то переключаться. То есть прям искусственно контролируя этот процесс. Просто брать и отвлекаться на какие-то вещи. Самое простое в этой ситуации — это техника заземления так называемая. То есть когда вы понимаете, что вот опять возникла какая-то деструктивная мысль, которая вызывает у вас бурю эмоций, от которой вам становится плохо, ваша задача переключиться на то, что происходит с вами в данный момент, здесь и сейчас. То есть лучше всего почувствовать, грубо говоря, вот я сейчас вот сижу в этом кресле, вот я чувствую, как мои руки прикасаются вот к дереву, да, вот я ощущаю теплоту воздуха, я чувствую какие-то запахи, я слышу, что происходит там на улице, за окном. То есть обратить внимание на рецепторы свои восприятия, да, что они сейчас чувствуют в окружающей среде. Это позволит вашему мозгу как бы расфокусироваться, уйти от этой основной идеи, которая сейчас вас так сильно беспокоит, заводит и возбуждает, вот. И, ну, скажем, прийти в состояние такой гармонии. Вначале это будет делать достаточно сложно, потому что вы не привыкли. Вы бы как раз привыкли поддаваться этой эмоции, не стесть на этой волне, да, полностью в это всё погружаться и так далее. А здесь вам нужно как бы взять этот контроль на себя. И вам нужно будет несколько раз повторить это упражнение для того, чтобы научиться быстро и практически автоматически выполнять эти действия. Это точно работает, это помогает. Просто, ну, собственно говоря, как и любая дрессора, мы таким образом как бы дрессируем своё тело, да, как собачку. Вот мы дрессируем, вот для того, чтобы собачка начала выполнять какую-то команду, нужно её повторить её несколько раз. И здесь точно так же. Для того, чтобы искусственно научить наше тело успокаиваться, а наш мозг переключаться, нам нужно повторить это контролируемо несколько раз. Постарайтесь в этой сложившейся ситуации, которую мы на сегодняшний день имеем, наполнить свой повседневный быт, свою жизнь какими-то привычными для вас вещами. Потому что, ну, крайне важно, какая бы дестабилизирующая ситуация сейчас не была, и независимо от того, что нас ждёт в будущем, сохранять какие-то крючки, за которые мы можем уцепиться, что-то, что привычное, потому что именно это даёт нашему мозгу ощущение стабильности и какой-то предсказуемости. А именно непредсказуемость и нестабильность даёт это ощущение тревоги. Я желаю вам, независимо от того, что приготовила нам жизнь, всегда быть контролёром своей жизни, управлять ситуацией. И помните, что никогда не поздно стать тем, кем ты всегда мечтал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...